Дух Святой двигается между нами. Но нам нужно вернуться к рассмотрению книги Деяний и увидеть то, что она хочет нам передать. Я закончил вчера на том, что мы начали говорить о семиуровневой стратегии для миссий. И я бы назвал эту семиуровневую стратегию с целью роста церкви. И первое, что мы рассмотрим, это необходимость в апостолах. Есть очень много мнений, что же это значит, но я попытаюсь некоторым дать ясность. И один из таких вопросов сегодня, что у нас есть апостолы, и мы нуждаемся ли в них? Слово апостол, которое используется в Писаниях Нового Завета, буквально означает «быть посланным». Сквозь всю церковную историю у нас есть проблема о понимании, кто такой апостол. Мы знаем, что в ранней церкви, в ранней общине были определенные личности, которым было поручено Богом поручение распространять Евангелие. И мы можем определить пять типов апостолов в Писаниях Нового Завета. Я знаю, что я не говорил это в течение обучения, но вы ожидаете, что будет тест, экзамен, или как бы мы это ни называли. Поэтому я надеюсь, что вы уделяете внимание, или делаете очень хороший конспект, потому что вы в нем будете нуждаться. Я не акцентировал внимание, или не говорил «обратите внимание», потому что я надеюсь, что вы всегда обращаете внимание. Потому что это важно. У вас должна быть вся картина. Как я уже сказал, есть пять типов апостолов, которые упомянуты в Писаниях Нового Завета. Первое, это Ешуа, самый главный апостол, и нет ему равных и подобных. И помните, что слово «апостол» означает «тот, кто послан». Отец послал Сына на землю, чтобы заплатить цену за грех, чтобы мы имели вечную жизнь. Поэтому Ешуа не был только Мессией, он не был только Сыном Божиим, он также был и апостолом. Номер два. У Ешуа было двенадцать учеников, которыми стали двенадцать апостолами. Это те, которые свидетельствовали о воскрешении. И еще раз, нет таких, равных или подобных им сегодня. Никто из нас не был там, когда Ешуа воскрес из мертвых. Мы можем это пережить в наших жизнях, но мы не могли быть свидетелями этому. Номер три. Павел. Апостол номер тринадцать. Такая традиция говорит, что номер тринадцать, число тринадцать, оно несчастливое. Во многих отелях нету этажа номер тринадцать, и также нету комнаты номер тринадцать. Потому что люди считают, что это что-то, что приносит несчастливую судьбу, но, смотря на Павла, мы видим, что это не тот случай. Он называл себя рожденным вне времени. И у него была такая возможность писать вдохновленные писания. Поэтому мы можем сделать вывод, что нет такого, как Павел, скорее всего, больше никогда. Особенно то, что у него было, что он мог писать вдохновленные писания. И далее мы приходим к номеру четыре. Мы можем назвать этого человека ранние строители церкви. Это те, которые начинали новые церкви и общины с новыми новообращенными. Апостол Павел также находится в этом типе. Так же с Варнавой. И так же с теми, о которых мы читаем в книге Деяний. Но я хочу что-то сделать акцент на чем-то. Те, кто посуждали церкви и апостолы, имели задание начинать и строить новые церкви. Но они должны были это делать с новообращенными. У нас есть многие люди, которые утверждают, что они начали новые церкви. Если кто-то видел это видео, он, может быть, и не согласен со мной. Но это истина. Они говорят, что начали церковь, но при этом они берут верующих из других церквей, и приглашают их к себе, и потом говорят, что у меня новая церковь. Это не так должно быть. Если вы хотите начать новую церковь, начинайте приводить людей к Господу. Это новообращенные. Эта церковь, с которой мы сейчас работаем в Финляндии, это новая церковь. И в обоих этих понятиях. Все члены этой церкви, они новообращенные. Они не были верующими до того, как присоединились к нашей общине. И это также одно из наших правил. Мы не говорим, что никто не может переходить с другой церкви к нам. Но мы очень осторожны в этом. Мы также хотим узнать, почему ты покидаешь свою предыдущую церковь. Иногда бывает по той причине, что они создали очень много проблем там, и больше они не хотят туда идти. Иногда есть такое, что они не чувствуют, что это их место. Это может быть правдой. Но я хочу узнать причину, почему. Поэтому, перед тем, как кто-то захочет перейти с одной церковью в другой, им нужно будет пройти через такое испытание или экзамен, чтобы стать членом нашей общины. Потому что наша цель заключается в том, чтобы достигать новых людей, которые не знали Господа. Хорошо? Это один из типов апостолов, который мы видим сегодня. Это те, которые начинают новые общины. Номер пять. Это может быть любой верующий, который послал с одного места в другое, чтобы сделать какое-то дело для Господа. И условие здесь в том, что Он послан. Это не то, что Он сделал по Своему собственному желанию. Когда Он, например, решил, что я пойду сделаю это или пойду туда. Хорошо, мы вернемся к этому немного глубже. Один из примеров таких людей в Новом Завете является человек Эпафродит. Он был послан церковью, общиной, чтобы быть домоуправителем Павла в Риме. Он был послан церковью, чтобы быть в помощь Павлу. И в этом смысле он также был апостолом. Потому что он был послан. Я хочу убрать немного эту идею «Апостол». Потому что все служения в теле Мессии являются служащими служениями. Они не должны быть прославляемы. Их цель — это служить телу Мессии. И это номер четыре и пять, которые мы можем видеть сегодня. И я верю, что есть нужда в таких служителях сегодня. Но я хочу сейчас объяснить немного поподробнее о апостолах сегодня. У меня нет этой информации, поэтому сейчас будет мне трудно. Поэтому простите меня. Мы должны понять, как апостольство работает сегодня. Потому что я верю, что оно существует. Мы должны изучить, понять этот дар. В Ефесянам 4 глава 11 стих И апостол Павел говорит о людях, которые были дарованы, даны церкви. Ефесянам 4.11 И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. И здесь он говорит, что есть пять типов людей, которые необходимы общине. Это не говорит о том, что нет других вещей, которые также необходимы. Но я верю, что Павел здесь очень ясно пытается передать, что есть нужда в этих людях. Все мы знаем из Писания апостолов Петра, Павла и Иоанна. Слышали вы когда-то о Андонике или Юнии? Окей, ну, я forgot to pick this up, so I need to do that and tell you exactly where they are mentioned. Окей. Римлянам 16 стих 7. Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами, и прежде меня еще уверовавших в Мессию. Все зависит от того, какой перевод мы читаем и как оно звучит. Но в оригинальном языке написано, что они были известны, хорошо известны между апостолами. У нас есть два человека. Андроника — это человеческое имя. Андроника — это мужское имя. А некоторые люди имеют непонимание, Юния — это женское или мужское имя. И если вы будете думать, что это женское имя, а это очень возможно, будет множество людей, у которых поднимется волос и будут злые по этому поводу. Но в Писании мы очень ясно видим, что были женщины на лидерских позициях в общине в Писаниях во время Нового Завета. Одна из них — это Присила, и она вела молитву на служение, а позже — церковь. Поэтому, девушки, будьте вдохновлены, а мужчины, будьте жажды. Мужчины, смиряйтесь, Бог использует того, кого Он хочет использовать. Многие могут быть удивлены, что Писание говорит о больших апостолах, нежели двенадцать. И этот факт поднимает даже критические такие мысли. Что же такое точно апостол? Как дар апостола должен выглядеть? И как нужно понимать роль апостола сегодня? Многие теологические течения и церковные традиции имеют разные точки зрения на апостольство. Некоторые считают, что оно ограничено этими двенадцатими учениками, близкими двенадцатими учениками. А некоторые считают, что апостольство существовало в течение существования ранней церкви, а теперь его не существует. С другой стороны, другая грань говорит о том, что современные апостоли существуют, и они имеют такую же ответственность, как и первые апостолы. Где-то посередине есть те, которые убеждены, что дар он действительно сегодня, но, скорее всего, не так, как он действовал в ранней церкви. Как я уже сказал, слово буквально означает «то тот, кто послан». И он может быть применим ко многим верующим. Но также мы должны понимать, что есть разница между даром апостола и имея такую власть, как у апостола Павла. Я верю, что сегодня мужчины и женщины исполняют апостольское служение по всему миру. Но только некоторые из них распознаются как апостольское служение и даже не называют себя апостолами. Но такие, которые называют себя апостолами, они не являются апостолами. Как я уже сказал ранее, это приходит от неправильного понимания, что является апостольским служением. Оно не делает вас более духовным. Это просто тот случай, когда вам дан дар. И вам дала возможность что-то исполнять. А вы слуга. Мы все слуги. Нежелание использовать слово «апостол» — это то, что пришло после реформации. Сотни лет церковь пыталась не повторять, не быть римо-католической церковью. Разрушая иерархию и структуру. Но проблема в том, что мы все равно нуждаемся в лидерстве и структуре. А это означает, что апостольский дар, он может все еще действовать. Мы просто дали ему другое имя. Но мой вопрос в том, почему мы не используем библейскую терминологию? Апостольский дар имеет множество проявлений. В восточно-африканской церкви мы видим много таких епископов, служителей, которые распознаются с апостольским даром. Потому что слово «епископ» более распознается, нежели слово «апостол». Восточно-африканские церкви были очень популярны своей структурой и властью, которая там была. Но они до сих пор растут внезапно, спонтанно. И это по причине присутствия апостольского дара. Апостольские лидеры африканской церкви, они распознают важность апостольского дара. И что это? Это расширение Царства Божьего. Это начинание чего-то нового. Приводить людей к Ешуа. Это все апостольство. И мы видим подтверждение в действиях Павла, который хотел идти туда, где никто еще не проповедовал Евангелие. Я помню случай, когда я был в Румынии в 1992 году. И я проповедовал и учил во многих церквях по всей Румынии. И однажды один пастор пригласил меня. «Могу ли я тебя попросить проповедовать у меня в церкви?» А я говорю «Конечно». «А ты действительно хочешь прийти?» Он меня спрашивает. Я говорю «Да». «Ты уверен?» Я говорю «Да». «А в чем проблема?» Он говорит «Ты увидишь». Мы начали эту поездку. Приехали к горам. И в конце концов, дорога закончилась. «А теперь мы пойдем». Поэтому в следующий час мы поднимались по горной дороге и мы пришли в это село. И там была церковь. И в тот день эта церковь была полна. и там было, скорее всего, 300 человек. И я думал «Вау, это классная церковь». потом пастор мне сказал, что они услышали, что придет иностранец, поэтому все село собралось. Но это дало мне такую удивительную возможность проповедовать Евангелие. И многие пришли к Господу. А потом пастор мне сказал, что никто не хотел ходить в эту церковь, чтобы проповедовать там. А он мне говорит «Ты первый, кто принял приглашение». Потому что очень сложно было туда добраться. И я просто вспомнил об этом тогда, когда читал эти слова Павла. «Идти туда, где никто не был». Я был фан Стар Трек. Стар Трек? Стар Трек. Кто-то знает, что такое Стар Трек? А, звездные войны. Их миссия заключалась в том, чтобы быть там, где никого не было. И нам нужно так же делать. Быть готовыми туда идти, куда Бог хочет, чтобы мы пошли. Я хочу увидеть людей, которые вдохновлены и строят. Люди с апостольским даром видят дальше линии горизонта. Они смотрят в духовном зрении и смотрят, где Бог хочет работать. Как я уже говорил, многие говорят, что только 12 апостолов есть. Но так, если вы будете изучать Писание, вы увидите, что есть еще семь упомянутых апостолов. И я цитировал Ефесянам 11 стих, 11 главу. Где апостол Павел давал список перед лидерством церкви. И нам нужны такие люди в наших собраниях. Они осуществляют движение, чтобы распространять Божье Царство. Они духовно нас строят. И у них есть этот дар. Есть разница между апостолом и миссионером. Миссионеры также несут Евангелие к неверующим. Апостолы отличаются тем, что они хотят начать церковь. Не только получить множество людей спасенных. Очень часто, что в служениях миссии, вот в этом их функция. Они просто распространяют Евангелие. Люди становятся верующими. Но потом они забывают, возможно, самую важную часть, что нужно посадить церковь. А это часть дара апостола. Если у кого-то есть истинный дар апостола, это означает, что церковь будет позади, то есть она будет посажена. Но я также верю, что апостольский дар заключается в том, чтобы помогать церкви расти и становиться зрелой. А также Бог может послать кого-то как апостола в церковь, чтобы помочь ей вырасти и стать зрелой. После того, как Павел начал церкви в разных местах, он возвращался, чтобы их обучать и давать им наставления. И это также часть апостольского служения. И он также исправлял те вещи, которые шли неправильно. И также приводил исправление в разные ситуации. Рост церкви, он объясняется тем, почему Павел указал апостола первым в списке даров. Нам нужны апостольские лидеры, чтобы начинать новые миссии. Потому что это катализатор, который влияет на весь остальной список. Мы высвобождаем апостолов делать то, что им нужно, чтобы все остальные делали то, что им нужно. В этом смысле апостолы — это те, которые создают возможности для остальных. По той причине, что апостольский дар, он фокусирован на росте церкви. Апостолы, они также обеспокоены остальными дарами. Они хотят увидеть все дары, чтобы они росли, чтобы здоровые церкви могли рождаться. Церковь — это тело. Тело, оно должно действовать. В ней есть разные части, которые исполняют разные дела. Это очень важно об этом помнить. Это не только касается проповеди Евангелия, не только об учении. Это не только о помощи людям. Это все эти вещи вместе. Апостолы пытаются сделать такое место для роста. Апостолы получат огромную радость, если они могут раствориться в прошлом. Это то, что я также имею. Мне приносит радость видеть людей, которые растут в своей вере. Во время служения в Бельгии был один молодой человек, который пришел к Господу. Он был одаренный пианист. Но он был также тот, кто хотел начать изучать Слово. Мы провели очень много часов вместе в чтении и изучении Слова. И однажды в один день я осознал, что Он вырос выше меня. И я был доволен, счастлив. И я оставил Его, чтобы Он начал вести церковь. Это то, что я люблю. Видеть людей, которые растут. И чтобы они занимали свои места. Вы никогда не сможете осуществить апостольский дар без размышления о команде. По этой причине апостолы не могут осуществить посаждение церквей без команды. Апостолы также увеличивают и соединяют другие служения. Как я уже говорил, что апостол Павел, начав церковь, он сделал связи между церковью и лидерами. Через много лет, когда мы покинули Бельгию, я поддерживал контакт с той церковью, которую мы начали. До того времени, пока в этом не было никакой необходимости. И также это часть апостольского служения. Чтобы они действовали как духовные отцы в тех, у кого есть апостольский дар. Приоритетом является взаимоотношение. Также должны быть развивающиеся отношения между церквями. Также взаимоотношения очень важны в церкви. Те взаимоотношения, которые мы имеем друг с другом. Взаимоотношения между лидерами и всей общиной. Они должны быть очень хороши. Мы возьмем перерыв и вернемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова